МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите телеканал Север. Здравствуйте! В студии Алина Волчейская. И вот о чём расскажем сегодня. Первое асфальтированное в посёлке Красное продолжается строительство полуторакилометрового участка дороги, когда планируют сдать объект. Жизнь без воды. В островном посёлке Бугрино по сей день актуальна проблема с отсутствием водоочистной установки. Сдвинется ли вопрос с мёртвой точки? Хранить и продолжать историю. 85-летний юбилей сегодня празднуют в Ненецком краеведческом музее. Чем живёт сегодня учреждение, об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Уже в это воскресенье по всей стране пройдёт единый день голосования. В Ненецком округе будут выбирать депутата в региональный парламент, депутатские корпуса в городском совете и совете Заполярного района. Также в ряде поселений состоятся выборы глав и народных избранников. Сегодня в окружном избиркоме состоялась пресс-конференция по готовности региона к единому дню голосования. Ольга Русул с подробностями. Все избирательные комиссии к предстоящим выборам готовы, сообщил СМИ председатель окружного избиркома Георгий Попов. В организации проведения выборов на территории региона задействована избирательная комиссия Ненецкого автономного округа, территориальная избирательная комиссия Наринмарского городского округа, муниципальная избирательная комиссия Заполярного района, муниципальная избирательная комиссия сельских поселений, 55 участковых избирательных комиссий. Общее количество зарегистрированных кандидатов на всех уровнях выборов – 174 человека. Отказов было мало. Были также обжалования решений, в частности, территориальной избирательной комиссии Наринмарского городского округа в суд. Было два обращения от двух кандидатов, шедших на выборы в порядке самого движения. Но судебная инстанция подтвердила правоту территориальной избирательной комиссии, в том числе и в кассационной инстанции. С 28 августа стартовало досрочное голосование на муниципальных выборах для избирателей, которые в день голосования не смогут прибыть на свой избирательный участок. Из них 88 избирателей, проголосовавших досрочно – это жители трёх малых населённых пунктов, где избирательные участки не образованы. Это деревня Мгла, посёлок Варнак и деревня Устье. Также из этого общего количества 270, более 170 человек проголосовали. Это избиратели, которые находятся в труднодоступных и удалённых местностях на территории Заполярного района. В основном это оленеводы и чумработницы. В целом по округу досрочно проголосовали 517 избирателей, или немногим более полутора процентов. Досрочное голосование избирателей, находящихся в труднодоступных и удалённых местностях, ещё продолжается. На выборах будут работать 60 наблюдателей от политических партий, зарегистрированных кандидатов и региональной общественной палаты. На трёх избирательных участках номер 48, 50 и 53 будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней. На этих же участках и на участке номер 55 будет вестись видеонаблюдение. «Избирательные участки у нас откроются с 8 утра и будут работать до 8 вечера, в отличие от прошлого года, когда избирательные участки работали до 10 вечера. Это было связано с тем, что были совмещенные выборы депутатов округа и депутатов Архангельско-областного собрания. По их закону избирательные участки должны были работать до 10. Соответственно, тогда мы синхронизировали два наших закона и работали до 10. Сейчас по нашему закону 112 ОЗ и по закону номер 93 ОЗ наши избирательные участки работают до 8 вечера». Протоколы об итогах голосования на избирательных участках, расположенных на территории города и посёлка Искатели, будут изготавливаться с машиночитаемым кодом – технология QR-кодирования. Предварительные итоги голосования станут известны после подсчёта уже утром 9 сентября. В собрании депутатов обсудили внесение изменений в окружной закон о выкупе аварийного жилья. В частности, уточняется одно из требований к дому, в котором находится жилое помещение, приобретаемое гражданином с использованием средств компенсационной выплаты. Согласно действующей редакции закона, процент износа дома, в котором находится такая квартира, не должен превышать 30%. Для предоставления сведений о степени износа дома граждане должны инициировать процедуру оценки дома. Стоимость оценки зданий зависит от объёма объекта обследования. В случае приобретения квартиры в многоэтажном многоквартирном доме собственник аварийного жилья для подтверждения допустимого процента износа такого дома несёт существенные затраты. При этом, как правило, квартиры приобретаются в домах, построенных и введённых в эксплуатацию не так давно. В связи с указанными обстоятельствами разработано дополнительное условие для приобретения жилого помещения. Предлагается оценивать сведения о сроке эксплуатации дома, исчисляемого с года его постройки. Представление таких сведений не обременительно для граждан, поскольку они содержатся в кадастровом паспорте жилого помещения. Законопроект предусматривает установление следующих предельных сроков эксплуатации зданий, в котором граждане смогут приобрести жильё. 15 лет для зданий в кирпичном, монолитном или панельном исполнении, 10 лет для зданий из быстровозводимых лёгких стальных конструкций, 7 лет для зданий брусчатого исполнения. В том случае, когда срок эксплуатации жилого дома превышает эти сроки, граждане смогут приобрести квартиру в таком доме при условии, что степень износа дома не превышает 30%. Первый асфальт в скором времени появится в национальном посёлке Красное. Там продолжается строительство полуторакилометрового участка дороги. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Подрядчик опережает сроки возведения объекта практически на год. Прямо сейчас все подробности. Ещё несколько месяцев назад здесь была обычная гравийка. Впрочем, в скором времени на этом участке протяжённостью полтора километра появится первая в Красном заасфальтированная дорога. Михаил Бобылев на объекте трудится уже два месяца. Готовит земляное полотно под асфальтирование. Ну, по щебню-то он укатанный, он тяжеловато берётся, эскаватор дёргает. Ну, а дальше песок, так подок чё. Полтора километра новой асфальтовой дороги будут проложены вдоль центральной улицы посёлка. Начало транспортной артерии у средней Красновской школы. На протяжении всего участка параллельно ведутся подготовительные работы под благоустройство. Проектом предусмотрено оборудование тротуаров. Разделять проезжую часть и пешеходную зону будет цветник. Газончик, а здесь тротуарь. Для красоты это. Да только комари и мушки седают, остальное всё нормально. Местные жители хорошие люди. Мы привыкали, дружились, работаем. Всё отлично, всё прекрасно. Всего на объекте работает 60 человек. Дорогу для жителей Красного возводит московский подрядчик. Компания СМК «Строй» на севере второй год. Впрочем, к сложной логистике и другим нюансам уже адаптировались. Сложности сегодня возникают только из-за отсутствия в районе посёлка Песка. Его приходится возить из окружной столицы. Работы на объекте планировали завершить ещё в августе. Но из-за того, что проект корректировался аж 9 раз, сроки сдвинулись. Приходится прислушиваться к мнению жителей, идти на какие-то уступки, их пожелания и прочее. Если бы мы следовали листу изначального проекта, то сейчас бы мы уже перерезали свою красную ленточку. Впрочем, подрядчик на год опередил сроки сдачи объекта дорожного строительства в эксплуатацию. По условиям контракта, полтора километра асфальтовой дороги в посёлке Красное должны были появиться только к ноябрю 2020 года. Мы проговорили с подрядчиком о том, чтобы всё-таки ускорить темпы строительства. Потому что гражданам, людям неудобно, если дорога только подготовлена. Это вот мы видели на авиаторах, когда делают тротуары, подготовку полотна устраивали. И потом появляются неудобства для людей. Поэтому проговорили, подрядчик подтвердился, что может выполнить работы быстрее. Александр Натальевич также согласовал такой подход. И у нас подрядчики опережающими темпами строят. И я думаю, что где-то в течение месяца дорога уже будет завершена. Проектом также предусмотрена установка нового освещения, дорожных знаков и лотков для отвода ливневых стоков. Асфальт в Красном – это лишь первая часть национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В перспективе региональные власти планируют привлечь федеральные средства и для реконструкции основной дороги, которая соединяет национальный посёлок с окружной столицей. Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», посёлок Красное, Ненецкий округ. Как гласит известное изречение, вода – источник жизни и здоровья. Но что, если вода, которую мы употребляем, не подходит для этих целей, а альтернативы нет? Так живут в посёлке Бугрино. Буквально до недавнего времени вопрос обеспечения населения островного посёлка чистой питьевой водой казался нерешаемым вовсе. Однако ситуация изменилась. Подробности у Екатерины Дементьевой. Вопрос с питьевой водой в посёлке Бугрино стоит очень остро. Зимой люди пилят лёд и хранят талую воду в ёмкостях. Ну а летом не остаётся ничего иного, как набрать воду из местного ручья. Однако такую воду назвать питьевой очень сложно. Посёлок никогда не обеспечивался чистой питьевой водой. Сейчас некоторые жители Бугрино пользуются бытовыми фильтрами для очистки воды. Но это не спасает. Содержание железа превышает нормы в несколько раз и, естественно, бьёт по здоровью. Не обеспеченной питьевой водой также ни школа-сад, ни пекарня. Есть дамба искусственная, это стекающая вода во время дождей. Накапливается искусственная дамба, которую раньше поддерживали. А вода накопилась, и в течение лета её берут. Назвать, что она питьевая практически невозможно. Раньше уходили путём, это трубопровод шёл вдоль всего поселения. Три части посёлка подавалась как техническая вода. На период лета, это в бане, там большая часть населения не скроет. Она и пьёт эту воду практически такую, какая есть. Когда-то в посёлке планировалось построить небольшое здание очистных сооружений для очистки воды, забираемой из дамбы. Хотели проложить ветки трубопровода вдоль домов, чтобы в летний период люди могли получать очищенную воду прямо из крана. Но проект не был реализован. Позже было принято решение построить блочную водоподготовительную установку. Сейчас на объекте кипит работа. Будет приёмная ёмкость. Вода привозится сюда, проходит технологическую очистку воды на фильтрах. Без железных, сорбционных фильтрах. Дозируется реагент, соответственно, весь процесс не буду объяснять. Вода проходит технологическую очистку, накапливается во второй ёмкости расходной, чистой воды. Будет просто колонка раздачи воды, люди подходят, у кого есть договора на поставку, подходят, нажимают кнопку, набирают воду. В принципе, у людей будет чистая вода. Добавлю, работы должны быть выполнены до 30 сентября текущего года. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Юбилейной медалью 90 лет Ненецкому округу сегодня отмечены 38 жителей региона. Это люди, чья профессиональная, трудовая и общественная деятельность принесли значимые для округа результаты в государственной, транспортной, строительной и жилищно-коммунальной сферах деятельности. Напомню, награда «90 лет НАУ» была учреждена 17 января 2018 года по решению главы региона Александра Цибульского и вручается в юбилейный год заслуженным ветеранам. Вручение юбилейных медалей прошло в торжественной обстановке. Открыл церемонию награждения вице-губернатор Юрий Бездудный. Округ известен богатыми природными ископаемыми. Но самое главное богатство округа – это люди. Это вы, сидящие в этом зале, и те, кто сегодня не оказался в этом зале, но тот, кто делал историю этого округа. С приветственным словом к собравшимся обратился и председатель регионального парламента Александр Лутовинов. Эта награда заслужена вами всей вашей жизнью. И вы являетесь тем примером, на который должна равняться наша молодежь. Удачи вам, доброго вам здоровья и с праздником! Сегодня наградой были отмечены заслуги 38 жителей региона. Среди них Татьяна Милентьевна Закирова, имеющая большой стаж работы в различных сферах деятельности. Огромное спасибо всей нашей власти за внимание, за оценку. В общем-то, было всего-то работать по совести, быть внимательнее к людям. Потом, по всей жизни, конечно, было очень много замечательных учителей, добрых людей. Это самое главное, что это, наверное, ценность всего нашего севера, всех людей. И очень-очень радует, что вот я сейчас работаю, очень много молодежи. От них всегда чувствуешь внимание, всегда в любой момент помогут. Значит, наши старания были не напрасны. Молодежь наша живет, работает, значит, в государстве все будет хорошо. А самое главное – в нашем округе. Юбилейная медаль подчеркивает значимость достижений людей, внесших огромный вклад в преумножение потенциала Ненецкого округа. Церемония награждения проходит в рамках празднования 90-летия со дня образования Ненецкого округа. Ирина Никешина, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Более 40 тысяч уникальных предметов, среди которых бивни мамонта, коплевидный шаманский бубен, ненецкая кукла, которая предсказывала исход болезней, и тысячи судеб, запечатленных в фотографиях. Сегодня Ненецкий краеведческий музей отмечает 85 лет. Круглую дату сотрудники отметили не пышным праздником, а по традиции открытием выставки, которая рассказывает посетителям о прошлом и настоящем старейшего окружного учреждения культуры. Путешествие во времени удалось совершить и нашей съемочной группе. Любовь Пермякова продолжит. Сегодняшний день стал настоящим праздником не только для музейных сотрудников, но и для всех жителей округа. Ведь некоторые предметы на выставке 85+, представлены впервые. Один из них – шаманский бубен, который недавно отреставрировали. Это уникальный коплевидный бубен шаманский. Который был сделан по указанию известного, очень сильного шамана Большеземельской тундры Ивана Петровича Литкова, или, как его называли, «Неп-Ямп-Ваню». А русское население его называло просто «Ванюшка». Кроме бубна, на выставке представлены шаманские идолы конца 19-го, начала 20-х веков. Расписной скуд для ловли на ваге, зуб мамонта, украшение. Есть, например, и человекоподобная кукла. Она имела для ненцев огромное значение. С ней женщины рожали первого ребенка. Сколько на кукле было пани, столько и детей было в чуме. Особое место на выставке занимает ненецкая сумка «Тучейка». «Тучейка» – главный аксессуар женского наряда. В ней ненецкие красавицы хранили необходимые предметы в быту. Именно это изделие было выбрано символом Ненецкого краеведческого музея. Ведь ее сотрудники тоже бережно хранят наследие времени. Изображение «Тучейки» теперь украшает печать и значок Ненецкого краеведческого музея. Логотип можно встретить на афишах, наглядных пособиях и брошюрах. Вообще на выставке, которая представляет собой интерактивное пространство, можно не только посмотреть уникальные предметы, но и совершить путешествия во времени. Одна из ее основных частей – это историческая лента времени, которая охватывает фактически всю историю нашего музея, начиная с 30-х годов вплоть до современности. Здесь на этой ленте отмечены основные даты истории нашего музея, выдержки из документов, также фотографии, то есть такой иллюстративный материал. Выставка «85 плюс» – это часть уникального проекта «Наследие времени», который стартовал в начале этого года. Он включает в себя серию выставок, мероприятий, интерактивных программ. Проект не просто рассказывает об основных вехах развития старейшего учреждения, его достижениях, но и знакомит наринмарцев и гостей Заполярной столицы с предметами, пополнявшими фонды музея на протяжении всей его истории. Кстати, сама история учреждения началась в далеком 1934 году. Именно тогда музей получил помещение площадью 60 квадратных метров. В то время его фонды насчитывали 316 единиц хранения. Сейчас более 40 тысяч предметов. Этнографические коллекции ненецкого коми, русского наследия, художественные собрания, фото и документальные материалы по истории и культуре округа 19-20 веков. Коллекции палеонтологии, геологии и археологии. Сформирована уникальная научная библиотека, которая содержит свыше 7 тысяч томов по краеведению. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Накануне спортсмены ненецкого округа отметили Международный день тэквондо. Ежегодно его празднуют 4 сентября по инициативе Всемирной Федерации тэквондо. В этот день, в 1994 году, Международный Олимпийский комитет официально включил этот вид спорта в число олимпийских. Впервые соревнования по тэквондо проводились на летних Олимпийских играх и 2000 года в Сиднее. Тэквондо как вид спорта начал развиваться в нашем регионе в 1991 году. Почти 10 лет понадобилось, чтобы в округе была официально зарегистрирована региональная федерация тэквондо. Сейчас это один из самых популярных видов спорта среди молодежи. Спортивные секции тэквондо работают практически в каждом микрорайоне города. Для новичков мы начинаем набор самых юных наших тэквондистов. Возраст, как мы так больше скажем, не имеет значения. Мы все смотрим по ребенку, который приходит. Но обычно проблем с возрастом у нас не возникает. То есть у нас от малого до великого ребятки занимаются. Кто уже самый маленький, конечно, мы там больше занимаемся и с физической подготовкой, и с элементами тэквадок. Кто уже старше становится, мы уже работаем по программе. В этом спортивном году у тэквондистов большие планы. В конце прошлого сезона лучшие спортсмены приняли участие в первенстве Европы, которое проходило в Казани. В этом году мы подошли к более хорошему уровню. Ребята готовы к показателям того года учебного и неучебного, и спортивного также показатели хорошие. Поэтому ребята некоторые хорошо выступили на последнем первенстве России. Поэтому будем сейчас до конца еще, так скажем, нужно нам непосредственно очень хорошо зацепиться в сборной России, чтобы подойти к чемпионату Европы и к чемпионату мира. Между тем подготовка к важным соревнованиям уже началась. Ведь в конце октября нашим спортсменам предстоит показать свои достижения на Кубке России, которые пройдут в Подмосковье. Но самое главное событие предстоящего сезона – чемпионаты первенства России, а потом и мира. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Организаторы ежегодного регионального массового забега в шестой раз приглашают к участию тех, кто поддерживает здоровый дух в здоровом теле. 8 сентября на площади Маратсей пройдет одно из самых ожидаемых и ярких спортивных событий года. Регистрация начнется в 10.00 на площади Маратсей. Участников мероприятия ждет конкурсная программа, призы, забег на дистанцию 2 километра и фестиваль красок холи. Организаторы напоминают, что главная идея забега – бежим не на время, а в удовольствие, поэтому специальной спортивной подготовки не требуется. Добавлю, в массовом забеге могут принять участие все желающие. Пройти регистрацию можно на месте проведения забега или позвонив по номеру 451-51. И это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – компания «Ямагучи». Я же на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и хороших выходных!